здравствуйте с вами вновь александр и я хочу сегодня вам продолжение от обзоров на прогулочные коляски я хочу сегодня вам рассказать о коляске про которые мне очень много людей просила снять обзор это ну на пеп люкс так что давайте с вами изучать вместе вот коляска ну на пеп люкс вот как она выглядит собственно на мой взгляд она выглядит очень здорово интересный внешний вид они вот прежде чем начать обзор давайте я вам расскажу немножко технических характеристиках данной модели она вообще предназначена детям с рождения до трех лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 18 килограмм и кстати сам вес самой коляски казалось бы она не такая уж и крупная но весит она 9 и 8 килограмм по сравнению с прямыми конкурентами немножечко тяжелее чем хотелось бы но все равно она достаточно маневренная и удобная в эксплуатации так начнем мы изучение сверху вниз и начнем с ручки ручка как вы видите здесь цельная не барни двумя рожками сделано и здесь по краям это пластик скользкий здесь посередине резина поэтому если брать по краям то не очень приятное ощущение а здесь слишком узко двумя руками лежать поэтому удобнее всего здесь рулить одной рукой и это вполне возможно потому что рулится она классно вот так же в ручке мы имеем возможность регулировки по высоте вот до самого капюшона можно опустить и соответственно поднять вверх под мой рост вполне комфортно у меня сто восемьдесят шесть сантиметров рост что вы понимали как это вот что касается ткани вообще ткани используются здесь очень такие плотная очень сильно тканя на реально очень износостойкая не продувает абсолютно никаким образом чтобы все промокло нужно долго побыть под дождем козырек здесь сами видите он стандартный не гигантских размеров но есть своя фишечка вот здесь вот открываем замочек и оттуда изнутри достаем еще одну секцию черного цвета и таким образом мы можем козырек увеличить достаточно сильно вот увидите как это происходит на мой взгляд задумка очень интересная вот так же здесь есть небольшое смотровое окно вот с этой стороны здесь пленка чтобы можно было взглянуть чем занимается ребенок не обходя коляску так регулировка соответственно происходит очень простым способом как и везде давим и все так но регулировка самой спинки здесь не совсем простым способом реализовано здесь используются классические замочки как вот вас на куртках к обычной замке один замочек второй замочек мы получаем такой наклон скажем так положение отдыха вот если мы мы сейчас открыли замочек опустили на один уровень и появился доступ у нас к еще одному замочку открываем и его тоже и теперь получаем лежачие положение вот как это выглядит угол наклона сейчас получается ориентировочно 170 градусов это не полностью горизонтальное положение но полностью горизонтальных в прогулках и не бывает этого более чем достаточно также есть вентиляция с по бокам чтобы проходил воздух для ребенка задней части летом и слежал жарко я думаю это будет очень даже актуально если не нужно в нахлёст вот так закрыли и не будет никуда поддувать так что касается безопасности здесь все стандартно используется система пятиточечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка и мягкой накладкой на паховую зону ребенка также есть соответственно и бампер бампер жесткий чтобы посадить ребенка нужно бампер снимать часто бывает что бампер откидывается так гораздо удобнее здесь нужно снять потому что он не гибкий неудобно но крепко что касается всего остального давайте теперь с вами изучим шоссе вообще шоссе сделано из очень прочного алюминия и вся конструкция она сбитая и без лишних зазоров скрипов все сделано добротно и хорошо потому что все детали они большого диаметра все трубки толстые все крепко ну это и вторая страна медали из-за этого у нее девять и восемь килограммов вес но зато крепкая что касается багажного отделения багажник здесь для такого размера коляски очень даже неплохой у него реализован очень неплохой доступ к нему баскетбольный мяч не залезет но и не предполагается соответственно но все остальное поместится сюда без проблем он глубокий и достаточно крепкий и дно она не висит на воздухе а упирается в раму поэтому что-то тяжелое положите выдержит точно что касается колес колеса здесь покрыты твердой резиной соответственно они не надувные диаметры у них одинаковые 14 сантиметров но передние колеса здесь двойные сзади одинарная но она более широкая вот устойчивость у коляски очень хорошая передние колеса плохое время года но имею ввиду зиму плохая поверхность друг можно заблокировать и спокойно преодолеть неровность там разблокировали соответственно поехали дальше вот это что касается колес кстати еще не сказал я вам про подножку подножка здесь тоже регулируемая тоже обычным простым способом здесь по краям кнопки нажали опускаем поднимаем больше ничего делать не нужно и вот эта часть где 100 где на хоть находиться будут ноги ребенка она прорезинена чистится очень легко вот это в принципе все что я хотел вам по поводу этой коляски рассказать что касается комплектации комплектации по сути нет ничего кроме самой коляски поэтому какие-то аксессуары дождевик там еще что-то нужно будет докупать отдельно вот и давайте теперь подытожим вообще это коляска она предназначена для путешественников и что здесь удобно для путешественников то что она максимально для этого подготовлена кроме как ее вес ну вес это тоже знаете кому как вот складывается она вот таким образом после чего сейчас я найду где эта штучка после чего есть специальный ремешок который фиксирует саму конструкцию и не дает ей разложиться и вы можете коляску катить как чемодан это таким образом можете компенсировать ее тяжелый достаточно для такой коляски вес на мой взгляд очень удобно поэтому совокупность всех ее характеристики то что капюшон большой то что вы можете катить как чемоданчик не таскаю у себя на плечах хорошо закрыть ребенок от солнца поэтому для отпуска для путешествий мне кажется эта коляска подходит очень очень здорово для плохих дорог не очень то что у нее практически нет никакой амортизации но для хорошей накатанной проселочной дороги и асфальта подходит как нельзя лучше вот принципе все единственное хочу еще поблагодарить магазин первая коляска за то что предоставили для нашего обзора и если вам понравилось это видео и было но для вас полезным ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал ну а вам собственно всего доброго и удачи подписывайтесь на канал и и Продолжение следует...